В эфире Омск ТВ новости смотрите сегодня. Полный локдаун или абсолютная кьюаризация. В Омске пройдет очередной перштаб по борьбе с ковидом. Вопрос времени, когда в Омске изберут нового мэра. Почти 23 миллиарда рублей в Омском городском совете приняли проект бюджета. Нет худа без добра, почему в Омске благоустройство озера Кирпичко закончилось уголовным делом. В Омской области проводят недостаточно тестов на ковид-19. Об этом заявила глава Федерального Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Президиума Координационного Совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Согласно последним изменениям в законодательстве, уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления возбудителя ковид-19 должен быть увеличен до 300 исследований в сутки на 100 тысяч населения. В Омском регионе этот показатель держится на уровне ниже 250. По мнению Поповой, мощности и емкости производственно-лабораторные достаточны. Вопрос лишь в организации должного охвата. Кроме Омской области, в этом списке оказались еще 28 субъектов страны. В Омском регионе, по заявлению губернатора Александра Буркова, ежесуточно выявляется порядка 600 новых случаев инфицирования. Стоит ли ждать омичам ужесточения ограничительных мер, по примеру, Югры, где всех невакцинированных обязали соблюдать самоизоляцию, или Татарстана, где ввели к ЮАР-коды в общественном транспорте, будет известно уже в понедельник, 29 ноября. В 16.00 в областном правительстве состоится заседание оперативного штаба. На повестке обсуждение текущей эпидемиологической ситуации и действующих ограничительных мер. Почти 400 вопросов и комментариев. Большинство о введении в регионе системы КЮАР-кодов и когда это закончится. Прямой эфир, который губернатор Александр Бурков провел в социальных сетях, получился более чем оживленный. Оказалось, что больше всего омичей интересуют противоэпидемические меры, которые уже введены в Омской области. Глава региона в ходе прямого диалога с жителями объясняет, система КЮАР-кодов, которая не радует омичей, это единственная альтернатива полному локдауну, с инициативой введения которого выступает Роспотребнадзор. То, что касается КЮАР-кодов, мы их ввели с 4 ноября. Но сегодня многие начинают говорить, не нужны они, надо их снимать. Ну, давайте тогда честно скажем. Мы отменяем КЮАР-коды, но по решению Роспотребнадзора мы вынуждены будем закрыть торговые центры, мы вынуждены будем закрыть предприятия общественного питания, развлекательные центры и ряд других предприятий. У нас последний месяц на каждый штаб предписание Роспотребнадзора закрыть работу этих предприятий на две недели. Но мы находим этот баланс интересов. Мы сегодня говорим, нет, давайте дадим возможность работать, мы введем КЮАР-коды. По словам губернатора, несмотря на то, что бизнес действительно страдает, число посетителей ТЦ и ресторанов значительно снизилось, систему КЮАР-кодов пока отменять не планируют. В доказательство необходимости жестких противоэпидемических мер Александр Бурков приводит статистику. В регионе развернуто 4023 койки для больных ковидом, более 3000 обеспечены кислородом и только 20% коек свободны. Губернатор добавил, что вакцинирование – это то решение, к которому сегодня пришли медики в рамках мер по противодействию коронавирусной инфекции, так как другого выхода просто нет. Это мнение поддержали и омские общественные и культурные деятели. В нашем учреждении очень у многих ушли из жизни родные, близкие, знакомые. Поэтому я сегодня просто всех призываю, давайте будем вакцинироваться. Давайте сегодня очень лояльно относиться к тем QR-кодам, которые введены. Вы посмотрите, что было в Москве. В Москве вводили QR-коды, когда нигде еще не вводили. Как только стала ситуация улучшаться, их просто сняли. Сегодня, в принципе, речь идет об одном – прервать цепочку заболеваний. На некоторые комментарии, которые оставляли омичи в течение прямого эфира в соцсетях, отреагировали представители регионального Роспотребнадзора. Специалисты сообщили, что ежедневно погибают более 10 зараженных коронавирусом. По сведениям ведомства, непривитые мечи чаще болеют ковидом в тяжелой форме, которая может привести к летальному исходу. Нагрузка на здравоохранение возрастает во многом из-за непонимания гражданами, опасности ситуации и нежелания быть ответственными за свое здоровье и здоровье окружающих. Ограничительные меры, включая введение QR-кодов, способны замедлить распространение заболевания новыми мутациями коронавируса. Увеличение темпов вакцинации способны изменить ситуацию к лучшему. Также в комментариях в ведомстве отметили, введение QR-кодов является вынужденной и для большинства болезненной мерой, но при этом показавшей действенность в других странах и регионах. По мнению балерины Омского музтеатра, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. На самом деле ситуация в Омской области, в России и во всем мире очень тяжелая, поэтому считаю, что мы должны прививаться, так как нам дороги наши близкие, наши семьи, и чтобы обезопаситься, нужно принимать такие меры. Стоит напомнить, инициатива о принятии поправок в Федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, согласно которым QR-коды будут действовать на законодательном уровне, внесена в Госдуму. Сейчас законопроект направлен на рассмотрение в регионы. На заседании Комитета законодательного собрания по социальной политике законопроект был поддержан. Теперь рассмотреть документы, принять решение депутаты Омского Заксобрания должны на пленарном заседании в четверг, 25 ноября. Когда будет отопление, почему капремонт стал дорогим и построит ли в отдаленных районах города новые детские сады? В ходе прямого эфира с губернатором Александром Бурковым обсуждались не только противоковидные меры. Омичей интересовали и вопросы быта. Один из часто задаваемых, почему тариф на капитальный ремонт увеличился почти в два раза. По словам главы региона, размер взноса не повышался уже семь лет. Причем сдерживать тариф в областном правительстве пытались. Год назад решением главы региона он остался на прежнем уровне. В этом году вынужденное решение об увеличении платы из-за дефицита средств в фонде приняли на федеральном уровне. Также глава региона во время общения с омичами высказался о проблемах с отоплением в городе и районах области. Что касается Большереченского, Тарского и Омского районов, здесь, по словам губернатора, кризисная ситуация была вызвана тем, что резко возросли цены на мазут почти в два раза. У районов не оказалось средств. Правительство отреагировало и выделило более 100 миллионов рублей на погашение задолженности. Со скачком цен только на газ, губернатор объяснил, и веерное отключение газа в 44 многоквартирных домах Омска. Впрочем, этим сейчас занимаются правоохранительные органы. При этом проблему, по его словам, должны решить уже в четверг. На пленарном заседании депутаты законодательного собрания будут принимать закон о том, чтобы можно было субсидировать сжиженный газ. Сейчас такой строки в бюджете нет. Определился ли губернатор с удобным кандидатом в мэры? Александр Бурков ответил, что выбирать с градоначальника будут депутаты. В среду спикер городского совета Владимир Корбут назвал дату, когда состоится голосование. Внеплановое заседание городского парламента назначено на 14 декабря. Личное присутствие для всех депутатов обязательно подчеркнул спикер. 9 декабря состоится третий этап комиссии по выборам мэра, на котором ранее утвержденные эксперты отберут две кандидатуры на место главы города. На данный момент в списке кандидатов 21 фамилия. Среди желающих занять кресло мэра общественник-экоактивист, боксер, владелец сети киосков шаурмы, учитель физики, психолог и астролог, электрогазосварщик, сельский депутат, а также пенсионер. Как отмечают политологи, фамилии реального претендента на должность мэра Омска в этом списке пока нет. Напомним, что в предыдущие выборы городоначальника в 2017 году Оксана Фадина подала документы в последний день приема заявок. Кстати, четыре года назад выборная комиссия зарегистрировала 45 кандидатов. Впрочем, пока еще есть время, подать документы можно до 6 декабря включительно. 7 декабря комиссия начнет изучать анкеты. Очные собеседования пройдут 9 декабря. Тогда же выборные эксперты определятся с именами двух главных кандидатов. Омские депутаты приняли проект бюджета в первом чтении. 24 ноября – пленарное заседание в городском совете. На повестке 16 вопросов. Самый волнующий – проект бюджета на 2022 год и плановый период последующих годов. В течение месяца депутаты обсуждали документ на заседаниях комитетов. 12 ноября прошли публичные слушания по вопросу. Администрации города по результатам обсуждения на комитетах горсовета и на основе публичного полученного сводного заключения комитета по финансово-бюджетным вопросам доработан проект бюджета и направлен в горсовет. В итоге проектом бюджета предлагается увеличить первоначально направленный проект бюджета. Общий объем доходов на 2022 год на 183 миллиона рублей и на 2023-2024 года по 13 миллионов 683 тысяч. Изменения позволят увеличить плановую расходную часть. Большинство финансов придется на реализацию 11 муниципальных программ. Также объемные статьи расходов – это образование, национальная экономика, жилищно-коммунальное хозяйство. На 2022 год запланировано строительство двух новых детских садов на проспекте Мира и улице Нейбута. Разработают проектную документацию будущей школы в микрорайоне Прибрежный. Продолжится ремонт, реконструкция городских дорог, благоустройство территорий. Бюджет Омска традиционно социальный. Бюджет у нас впервые за историю Омска был принят с цифрами 22,7 миллиарда рублей. Это доходная часть. К сожалению, расходная и доходная часть между собой отличаются чуть больше миллиарда рублей, то есть дефицит бюджета. Но цифры показывают за себя, что депутатский корпус и администрация идет к тому, чтобы уменьшить муниципальный долг и дефицит бюджета. На 2024 год уже мы видим профицитный бюджет, который закладывается именно в этом чтении. Полностью примут бюджет на декабрьском заседании Омского горсовета. А на минувшей сессии рассмотрели и ряд других вопросов. Например, установка мемориальной доски в честь Алексея Казанника, известного омского юриста, ученого, общественного и государственного деятеля. Депутаты поддержали инициативу. Мемориал появится на фасаде дома номер 6, по улице Почтовая, где жил Алексей Иванович. Коллеги, прошу проголосовать на ВКС в зале. На ВКС, пожалуйста. Самое бурное обсуждение и спорные мнения вызвал вопрос о документе, который регламентировал бы правила этики в Омском городском совете. Проект в результате приняли к рассмотрению. У нас в регламенте Омского городского совета есть статья 56. Это правила этики депутатов на заседании. 57-я статья – это лишение слова. Там все расписано. Если нас что-то не устраивает, ну, может, просто в регламент несем какие-то дополнения, вот, которые говорил Сергей Владимирович Дроздов на заседании комитета. Ну, зачем нам прям новый документ такой, который, в принципе, то, что у нас в регламенте прописано, он там некоторые пункты прям точь-в-точь пересказывает. Ну, если мы не можем договориться устно, неформально, ну, значит, формально тогда депутат должен знать, что если ты нарушил какие-то меры, нормы, там, пранки, морали, да, ну, будь любезен, следующее, там, заседание городского совета, да, посидеть, помолчать. У меня простое предложение. Мы принимаем данный проект к рассмотрению, а дальше, если у вас есть замечание, предложение, мы в него вносим, и тогда уже все будет понятно. Кроме того, коллеги, я приглашаю всех депутатов, независимо от того, входит он, не входит в состав комитета по регламенту, для участия в рассмотрении данного проекта. Депутаты рассмотрели один из важнейших социальных вопросов – внесение изменений в правила землепользования и застройки. Федеральное законодательство постоянно трансформируется, и местный парламент, соответственно, вносит корректировки. Новшества отныне позволят облегчить процедуру капитального ремонта в образовательных учреждениях. Благоустройство озера Кирпичко обернулось уголовным расследованием. Прокуратура Омской области взяла под контроль ход расследования дела по факту хищения бюджетных средств. Реконструкция территории началась два года назад в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Однако закончено так и не было. Подрядчик все время срывал сроки. Местные жители жаловались на отвратительное качество строительных работ. В результате проверки следствие установило, что стоимость фактически выполненных работ на 837 тысяч рублей меньше, чем подрядчик получил в качестве оплаты. В общей сложности благоустройство озера Кирпичко по документам обошлось в 9 миллионов рублей. Однако местные жители так и не увидели того, что им было обещано изначально. При этом львиную долю работ за подрядчика доделывали рабочие городского управления дорожного хозяйства и благоустройства. Тротуарную плитку пришлось укладывать по снегу. Как результат, весной плитка просела. Как сообщает областная прокуратура, бюджету Омска причинен материальный ущерб в крупном размере. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», совершенное лицом с использованием служебного положения. Главная задача – сохранить качество высшего образования. Губернатор Александр Бурков провел заседание Координационного совета по развитию профессионального образования. Обсуждались итоги приемной кампании, расширение практики целевого обучения и развитие кадрового потенциала омских вузов. Глава региона приводит статистику. Контрольные цифры приема вуза региона с 2019 года растут. В текущем учебном году в региональных высших учебных заведениях насчитывалось около 82 тысяч студентов. По итогам приемной кампании на первый курс этим летом было зачислено почти 17 тысяч человек. Из них 10,5 тысяч выбрали очную форму обучения. Еще одни интересные цифры. Наибольшее количество бюджетных мест – почти 10 тысяч – будут предоставлены абитуриентам в следующем 2022 году. Глава региона отмечает, несмотря на сложную эпидемическую обстановку, омским учебным заведениям удается держать ранее заданную высокую планку качественного высшего образования. Хотел в первую очередь поблагодарить всех сотрудников системы профобразования за то, что несмотря на пандемию вы продолжаете готовить на хорошем уровне кадры для нашего региона. Также хотелось поблагодарить за ответственный подход к организации работы по участию ваших коллективов в переписи населения и вакцинации, что является сегодня необходимым для создания коллективного иммунитета. На совете обсудили и кадровый потенциал вузов, и то, как они привлекают на работу молодых и талантливых преподавателей. Примечательно, что по численности профессорско-преподавательского состава лидерами стали Омский политех, медицинские и классические университеты. При этом наибольшее количество студентов на первый курс в этом году принял Омский государственный технический университет. В тройку ведущих вузов по количеству первокурсников также вошли аграрные и педагогические университеты. Один из инструментов, привлекающих внимание будущих студентов, которые принимают решение обучаться в Омске – целевые места. При этом, по словам экспертов, эта программа будет только расширяться. Основная задача наших омских вузов – это подготовка профессиональных кадров для собственного региона. И каждый ректор в своем университете делает все для того, чтобы в последующем закрепить наших выпускников там, где это действительно необходимо, на нашей территории. Поэтому такая совместная работа университетов с правительством Омской области заключается в том, чтобы обеспечить и само понятие целевого набора реальными цифрами и фактами, ну и, конечно, подготовку абитуриентов. По итогам координационного совета было решено, Министерство образования Омской области будет проводить ежегодный мониторинг профессиональных намерений выпускников школ, студентов вузов и колледжей и намерений руководителей учебных заведений по заключению договоров о целевом обучении. Кроме того, губернатор поручил областному Кабмину еще более активно сотрудничать с представителями вузов для формирования потребностей, особо актуальных для региона направлений медицины, федагогики, отрасли строительства и культуры. Любители зимней рыбалки продолжают идти на риски. В Омске озвучили промежуточные итоги профилактической акции «Безопасный лед». Она призвана предупредить провалы людей и техники в воду, получение травм. Первый этап акции стартовал в понедельник, 22 ноября. Контролирует безопасность на водных объектах сотрудники МЧС и Министерства региональной безопасности. Сейчас, когда лед на Омских реках еще тонкий, активизировалась работа с населением. Число рейдов и патрулей увеличилось. В зоне риска дети и рыбаки, говорят эксперты. Ребята могут резвиться на неокрепшем льду, а любители улова просто не страшатся выходить. В Омской области ежедневно проверяется около 500 мест возможного выхода людей и выезда техники на лед. Всем прохожим вручают памятки по безопасности. К акции «Безопасный лед» привлекли уже более тысячи человек, сообщили на пресс-конференции. В этом сезоне чрезвычайных ситуаций пока не зарегистрировано. А вот ровно год назад происшествие было. Житель Дюкалинского района хотел сократить путь и поехал в объезд по неокрепшему льду. В результате мужчина погиб. Специалисты профильных структур призывают у МИЧей не подвергать своей жизни опасности. В регионе только начался процесс ледостава. Человек, упав на лед в 30 лет и в 60, в 70 лет, если, допустим, молодой человек падает в 30 лет на бок, ударяется в область тазобедренного сустава, натряхнулся, встал, там что-то почесал и пошел дальше, то бабушка в 70 лет при падении на лед на тот же самый бок, когда, может быть, она и в юности где-то там падала, она уже так скоро не встанет. Скорее всего, это закончится либо перелом шейки бедренной кости, либо чрезвычайным переломом. И поэтому, на самом деле, как раз пожилым пациентам необходимо... Пациентам, прошу прощения, не пациентам, а пожилым людям, они еще не пациенты, а пожилым людям необходимо аккуратно очень себя вести вот в этот период распутия, непогоды, и понимать, по какой поверхности они передвигаются. Продолжение следует...